В департаменте полиции прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при областном Акимате. Были обсуждены актуальные вопросы, также проанализировали ход реализации дорожной карты на 2020-2023 годы по решению вопросов усиления защиты прав ребенка, противодействия бытовому насилию и росту суицида среди подростков. Заседание под председательством заместителя Акима области Бахаджана Нарымбетова вместе с членами постоянной комиссии приняли участие руководители районных отделов полиции, отделов образования, руководства районов. Не секрет, что преступность среди несовершеннолетних и в их отношении не снижается. В области более 5000 неполных семей, 200 неблагополучные. Только за неделю оперативно-профилактического мероприятия «Быт» выявлено 328 нарушителей в сфере семейно-бытовых отношений. Кроме того, ведется постоянный мониторинг и блокировка вредных для подростков страниц социальных сетей и интернета. Система «Кибернадзор» предназначена для систематизации и оптимизации проводимых государственных органов работы по выявлению учета, оценке и блокировке противоправных материалов в сети интернета. Это система, которая позволяет в короткие сроки блокировать сайты и отдельные ролики, пропагандирующиеся радикальной идеологии, в том числе и порно-сайты. Я хочу остановиться. В 2020 году у нас было выявлено 288 таких сайтов, которые были заблокированы. И в 2021 году у нас было выявлено 148 таких фактов. Управлению образования совместно с полицией поручено через мероприятия в школах информировать о телефонах и службах доверия. Нужны социальные ролики и более акцентированная профилактика. К примеру, в прошлом году зафиксированы 29 фактов нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних. Большая часть в областном центре, а также в Бурлинском, Картубинском, Терексинском, Сырымском районах и районе Байтирия. Председатель комиссии отметил, что надо усилить профилактическую работу в этом направлении. Работу надо усилить в этих районах. Неправительственным организациям, которые выигрывают тендер, в этом году нужно охватить эти районы в обязательном порядке. Кроме того, к мероприятиям нужно привлекать не только членов комиссии, но и представителей ответственных ведомств. Нужно взять под строгий контроль результаты реализации государственного социального заказа. В спортивной сфере по этой части наладили программу наставничества. Дети также сами вносят предложение. Куда они хотят поехать и каким видом спорта заниматься. К сведению для реализации программы была создана рабочая группа, которая мониторит до сегодняшнего дня. В том числе отслеживает изменения эмоциональных фон детей, заинтересованность их в развитии спорта и физической культуры. Все мероприятия отражаются в социальных сетях, публикуются на странице с массовой информацией. Помимо спорта нужно активизировать культурные и творческие направления наставничества, говорили на встрече. Для профилактики суицида среди детей, помимо действующих специалистов, привлечены 705 педагогов, в том числе психологи и другие. На медико-социальном учете в данный момент состоят 93 несовершеннолетних подростка. С ними ведется воспитательная работа и социальная адаптация. Алмагуль Джампеисова, Алтынбек Майкинов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.